Доброе утро! Каждый из вас, кто готовит с удовольствием и фантазией, немного художника, иногда даже портной. Сегодня я открываю наше кулинарное ателье. Будем одевать курицу. И назвал я свое блюдо курочка в сарафане. Итак, в нашем завтраке участвуют грудка куриная, картофель, яйцо, мука, сыр, зелень петрушки, соль, перец и масло растительное. Наше кулинарное ателье начинает свою работу, и начинаем мы с зелени. Ее необходимо мелко порезать. Зелень выкладываем в салатницу. И туда же добавляем заранее, вот я уже натер, сыр. Хорошенечко это дело перемешиваем и оставляем дожидаться своего часу. Сейчас мы ставим разогреваться сковородку. Приступаем к грудке. Ее необходимо порезать тонкой соломкой. Вот этого количества будет достаточно. И вот наша сковородка разогрелась, и мы добавляем курицу. Без масла жарим буквально 2-3 минутки. Пока готовится курица, мы возьмем и натрем картофель. Картофель у нас уже молодой, мы его даже не будем чистить. Все, курочка готова. Мы ее доставляем в сторону. Ставим разогреваться большую сковородку. В это время мы добавляем на такое количество картофеля одно яйцо. Перец и соль по вкусу. Немного муки. Хорошенечко это все перемешиваем. На сковородку добавляем немного растительного масла. Выкладываем наш сарафан, нашу выкройку на сковородку. Начинаем первую примерку. Посыпаем на одну половинку блина сыр. Выкладываем курочку. И вот сейчас мы опять посыпаем курицу сыром. И когда сыр начнет плавиться, мы примерим вторую сторону блина. Заворачиваем курочку в сарафан. И наше блюдо готово. Также посыпаем немножко сыром сверху. Делаем такие рюшечки. Как вы понимаете, тканью для сарафана у нас послужил не шелк и не ситец, а именно наш дорогой и замечательный картофель. Прошили вот такие вот пуговички. Ну, как говорится, мадам, а вам идет сарафанчик. Для приготовления курочки в сарафане вам понадобится грудка куриная, картофель, яйцо, мука, сыр и зелень петрушки. Ну, само собой, соль и перец и масло растительное. Клиент доволен, портной счастлив. А вот насколько курочке идет сарафан из картофеля, узнаете, когда приготовите это блюдо. Наше кулинарное ателье заканчивает свою работу. Всем приятного аппетита и начинайте новый день вкусно!